18 апреля, в день исторического и культурного наследия, в центральном выставочном зале Манеж открылась выставочная экспозиция «Московская семья. Традиции и современность», посвященная Году семьи. В ее подготовке участвовали 33 организации, в том числе 9 департаментов и комитетов Москвы, музеи, библиотеки, архивы, реставрационные учреждения. В основе экспозиции материалы из фондов музеев, рассказывающие о конкретных московских семьях, чьи истории складываются в историю города, его культуру, традиции. Выставочный раздел «Семья в историческом городе. Вехи времени» об эволюции семейных отношений и традиционных незыблемых ценностях. Раздел «Семья нового века» отражает современную жизнь московских семей. Значительная часть экспозиции посвящена деятелям искусства с мировыми именами. Примером для молодоженов современных, конечно, могут служить те семьи, которые в любви и согласии, в горе и в радости прожили более 50 лет в браке. Вот здесь мы показываем личные документы, вещи, фотографии знаменитой московской семьи Галины Павловны Вишневской и Мстислава Всеволодовича Ростроповича, отмечавших свой золотой юбилей. И мы говорим о том, что эта семья действительно может служить примером любви, согласия, дружбы и того наполнения духовного в своей жизни, которое они дают всем нам. Посетители экспозиции народного художника СССР Академика Российской Академии Художеств Ильи Глазунова имели возможность пообщаться с его детьми, убежденными в том, что семья и семейные традиции – величайшее богатство человека. У нас в семье есть отец, который не нуждается ни в каких представлениях, но были еще и мама была художница, были художники, предки художники, были конописцы Глазуновы, были по маме Бенуа художники и архитекторы. Конечно, это в наше время все разрознено, все как-то, так сказать, не собирается, может быть, в какие-то семейные традиции. Вообще семья сейчас только начинает возрождаться как ценность, на мой взгляд. Раньше вот в старину очень было распространено тоже. Были отцы, деды художники, потом сыновья и внуки подхватывали это. И это то еще, что в наше время соединяет нас с прошлым тоже, потому что не только сам факт, что вот мы продолжаем, а что это такая заведенная хорошая традиция, которая не дает оторваться от корней, не дает оторваться от истории. Хранить именно семейную преемственность – это очень ценная какая-то привязка к месту, к своему родному, к истории, к родителям, к пра-пра-пра и так далее. Раздел «Семья в мегаполисе» посвящен влиянию социальной политики на инфраструктуру города и его облик, экономической и социальной поддержке семьи, которой московское правительство уделяет самое пристальное внимание. Центральная универсальная научная библиотека имени Некрасова представила экспозицию, посвященную библиотекам семейного чтения, вызвавшую большой интерес как взрослой, так и детской аудитории и получившую высокую оценку заместителя мэра Москвы Людмилы Швецовой. Здесь посмотрите замечательно, очень хороший уголок, у вас, пожалуй, единственный, где можно прийти и провести время. На торжественной церемонии открытия выставки присутствовали заместители мэра Москвы Людмила Швецова, руководитель департамента культуры Сергей Худяков. Почетным гостем церемонии стала жена президента Российской Федерации Светлана Медведева. Папа, мама, и, конечно, я, и лучше нету ничего на свете. Папа, мама, и, конечно, я, счастливая и дружная семья. Папа, мама, и, конечно, я, и пусть всегда там солнце я просветит. Папа, мама, и, конечно, я, счастливая и дружная семья. Счастливая и дружная семья. Дорогие друзья, дорогая моя московская семья, потому что Москва – это большая дружная семья. Семья, в которой живут самые разные семьи. Семья, у которых большой и дружный род. Очень глубокая московская российская история. Семьи только что сложившиеся, семьи большие и совсем маленькие. И все мы вместе с вами объединяемся в одну большую дружную московскую семью. Многочисленные посетители выставки, как взрослые, так и дети, с большим интересом знакомились с экспозицией. А также с удовольствием принимали участие в дискуссиях, семинарах, встречах с представителями творческой интеллигенции, играх, конкурсах и представлениях, которыми изобиловал этот праздник семьи. Субтитры создавал DimaTorzok